МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомельцы из Гомеля помог правоохранителям раскрыть дело об уличной драке. Взялись по личным. Гомельские милиционеры в пограничной зоне задержали группу мошенников из Украины. Нападение на погранзаставу и захват здания почты. По такой легенде прошли учения по усилению контроля на государственной границе. Это плановое мероприятие, которое проводится регулярно в различных регионах Беларуси. Уровень подготовки военных оценили наши корреспонденты. Нарушители границы пытаются прорваться через белорусскую погранзаставу. Стрельба с обеих сторон. Два противника ранены, третий задержан. Это легенда, по которой отрабатываются вопросы усиления госграницы на южном направлении. В небо спускается беспилотник. Сразу же становится известно, и еще одна группа наступает со стороны леса. Их встречают белорусские БТР. Квадрокоптер продолжает патрулирование с воздухом. Данный аппарат предназначен для наблюдения за участком местности на протяженности до 5 километров. Продолжительность наблюдения до 40 минут. Наиболее эффективно данный аппарат решает свои задачи с высоты 100-300 метров. Для укрепления пограничных рубежей привлекли не только военнослужащих, но и территориальные войска. На военные сборы призваны из запаса около 400 военнообязанных и 17 единиц автомобильной техники из народного хозяйства. В 89-е годы я был. Обстановка нормальная, быстро еще вспоминается. Отреагировать на любую угрозу и не допустить диверсии. После отработки учений непосредственно на границе местом действия становится ближайшая деревня. Всего несколько минут и из здания выводят предполагаемых преступников. Задача выполнена, все подразделения сработали как единое целое. Общие выводы еще делать рано, но то, что наша система подготовки по единому замыслу силовых подразделений дает положительные результаты. Тренировочные учения на границе с Украиной плановые, их проводят ежегодно. Но на этот раз в два этапа – организованные мероприятия и формирование резерва и командно-штабные учения. Между тем, на границе сотрудники таможни бьют тревогу из-за увеличения фактов незаконной перевозки мясной продукции, не прошедшая фитосанитарный контроль. За последнюю неделю таможенниками было изъято несколько центнеров украинского мяса и конфисковано 13 автомобилей-перевозчиков. В основном это индивидуальные предприниматели из Беларуси, которые пользуются положением цен на рынках Украины. По словам сотрудников Гомельской таможни, в контрольно-пропускных пунктах региона в настоящее время участились факты незаконной перевозки мясной продукции в тайниках транспортных средств. Люди прячут товар под обшивкой салона автомобилей, под сидениями и в технологических нишах багажников. В одном из последних эпизодов непрошедший фитосанитарный контроль мяса владелец автомобиля ВАЗ-2106 разместил в спинке заднего сидения, а также в моторном отсеке своей машины. Для пересечения границы мужчина выбрал зеленый коридор, проигнорировав тем самым необходимость декларирования продукции. Автомобиль с оборудованными тайниками и товары изъяты до решения суда. В Гомельской таможне начат административный процесс по части 2 статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Как отметили в Гомельской таможне, число подобных случаев, к сожалению, пока не уменьшается. Каждые сутки выявляется по несколько нарушителей. Специалисты рекомендуют перед поездкой за рубеж консультироваться о правилах перемещения товаров через таможенную границу. Гомельские милиционеры поставили точку в деле охищения денег со счетов банковских карт жителей областного центра. На днях правоохранителями были задержаны двое граждан Украины, которые при помощи специальных считывающих устройств, так называемых скиммеров, узнавали пин-коды и снимали с платежных карт всю наличность. В ходе своего предпоследнего турне мошенники попали в поле зрения камер видеонаблюдения, так что, когда решились на очередную поездку, правоохранители уже поджидали их на границе. Всего в течение предпоследнего визита в Гомель гастролеры-мошенники смогли снять деньги из карточек десятерых жителей областного центра. В феврале этого года злоумышленники на несколько часов прикрепили к картоприемнику и клавиатуре банкомата, расположенного на улице Советской, считывающие устройства и записывали сведения о банковских картах владельцев. Вернувшись в Киев, они изготовили дубликаты этих платежных карт, снова приехали в Гомель и обналичили средства на сумму в 30 миллионов белорусских рублей. Благодаря бдительности прохожих, записям камер видеонаблюдения банкоматов, а также оперативной работе правоохранителей, личностей мошенников были установлены. Задержание уже оставалось делом техники. 20 июня данные граждане вновь пытались приехать на территорию Республики Беларусь, однако на пограничной зоне в Ельске были задержаны сотрудниками пограничной службы, после чего переданы правоохранительным органам. При себе у них были обнаружены поддельные пластиковые карточки, считывающие устройства и различная техника. Гастролерам-мошенникам предъявили обвинение в хищении средств путем использования компьютерной техники группой лиц и возбудили уголовное дело. Максимальное наказание по статье – 5 лет лишения свободы. В настоящее время проверяются данные лица на причастность к иным преступлениям аналогичного характера. Лица задержаны, на автомобиль наложен арест. В Гомеле два хулигана практически до полусмерти избили прохожих, которые встали на защиту матери и ребенка. Потерпевшие увидели, как женщину нетрезвые мужчины оскорбляют непристойными выражениями и решили их утихомилить. В итоге обстановка накалилась еще больше, хулиганы переключились на защитников прохожей и пустили в ход кулаки. Один из очевидцев с балкона дома напротив смог все заснять на видеокамеру. Оператор стал снимать с того момента, когда один из защитников женщины уже вовсю обменивался ударами с агрессивным хулиганом. Когда за потерпевшего вступился товарищ, к потасовке подключился еще один дебошир. Он сбил с ног пришедшего на помощь мужчину, несколько раз пнул его ногой и стал наносить удары по противнику, который первый заступился за женщину с ребенком. В итоге драка продолжалась практически три минуты. За это время потерпевшие неоднократно вставали на ноги, но каждый раз пьяные хулиганы обрушивали на них серии увесистых ударов. Били по разным частям тела, в том числе и по голове. Наши обвиняемые наносили удары по различным частям тела, вплоть до того, что потерпевшие не могли оказать даже сопротивление. Они били лежачих, кулаками по голове нанося удары, нанося ногами по лежачим. Даже один из потерпевших лежал на земле напротив магазина и рядом со столбом, и они лежачим наносили удары ногами и руками. В результате чего у одного из потерпевших была повреждена майка и нанесли множество телесных повреждений. Когда милиция приехала на место происшествия, хулиганов уже не было. Позднее их задержал наряд департамента охраны за мелкое хищение из магазина. Благодаря видео, которое предоставили очевидцы, дебоширов сразу же опознали. Оба они ранее судимые лица. Один привлекался за вождение в нетрезвом виде, другой за хищение денег. Экспертиза показала, что на момент задержания в крови у виновных было обнаружено по 0,5 промилле алкоголя. В настоящее время возбуждено по статье 339 части 2 хулиганство совершенной группой лиц. Максимальный срок наказания до 6 лет лишения свободы. В отношении двух обвиняемых избранными мероприятиями в виде заключения под стражу в настоящее время они находятся в СИЗО. ДТП по неосторожности. Гонки по улицам вечернего Гомеля под шафе и прыжки из авто на полном ходу. Все это первый месяц лета, третья декада июня. По счастливой случайности во всех этих перипетиях обошлось без человеческих жертв. Но тенденция настораживает. Первое происшествие зафиксировано возле деревни Кленки Гомельского района. Здесь, на перекрестке с автодорогой Новобелица-Рудня-Спонецкая, водитель Рено не уступил дорогу мотоциклисту. На кадрах оперативной съемки и ток столкновения двух транспортных средств. Травмы получили и сами участники ДТП. По счастью, обошлось без летального исхода. На следующий день вечером также в Гомельском районе на ходу перевернулась иномарка. Это произошло на 83-м километре автодороги границы Российской Федерации Кобрин. Водитель автомобиля по неосторожности на ходу зацепил конструктивный элемент дороги и остаток пути проделал на крыше машины. Вместе с ним в салоне находилась его несовершеннолетняя дочь. Девочка с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал как и сам водитель, так и его дочь. Восьмилетняя девочка получила травмы головы, а также переломы нижней челюсти. Девочка была просто перестегнута штатным ремнем. Никаких дополнительных удерживающих устройств в машине не обнаружено, что говорит о том, что ребенок перевозился с нарушением правил дорожного движения. На улицах областного центра многие стали свидетелями погони в лучших традициях киноэкшенов. Несколько экипажей УВД и ДПС преследовали старенький москвич. Его владелец отказался реагировать на требования инспекторов и устроил настоящие гонки. Вначале на улице Ильича, затем в пригороде Гомеля. Все это время нарушителя преследовали от трех до пяти спецмашин с красными проблесковыми маячками. Более того, для остановки москвича пришлось стрелять из табельного оружия. В итоге на завершающем этапе такого ралли 19-летняя пассажирка на полном ходу выпрыгнула из машины нарушителя. Чуть позже за ней последовал и сам водитель. Впоследствии выяснилось, что он находился в нетрезвом состоянии. Сотрудниками ГАИ было принято решение об использовании оружия. Сделав предупредительные выстрелы вверх, они начали стрелять по заднему левому колесу. Пробив его, однако водитель все равно продолжал движение. И впервые в такой практике наши сотрудники столкнулись с тем, что пассажирка прямо на ходу решила покинуть автомобиль. За ней последовал и водитель, поняв то, что ему никак не удастся уйти от преследования. На небольшой скорости он также выпрыгнул из автомобиля и попытался скрыться с бегством. Но был настигнут с сотрудниками. В Жлобине в общежитии для рабочих произошел пожар, в результате которого из здания было эвакуировано около 90 человек. Очаг возгорания находился на втором этаже, а задымление наблюдалось вплоть до верхних. Пятеро человек не смогли покинуть горящее здание самостоятельно. Им понадобилась помощь спасателей и работников общежития. Через пять минут после сообщения вахтера о пожаре несколько машин уже были на месте происшествия. Спасатели приняли меры по локализации возгорания. На весь комплекс мероприятий потребовалось около 45 минут, но непосредственно источник опасности ликвидировали очень быстро. Горела мягкая мебель в семейном блоке на втором этаже здания. Именно из этого помещения еще до приезда пожарных вахтерам общежития были спасены дети двух и трех лет. Они остались без присмотра и были заперты в 202-м блоке. Кстати, детская шалость и привела к пожару, а его источником стал электрокипятильник, который не был своевременно обесточен. В момент критического задымления сработал прибор автоматической сигнализации. Моментально были вызваны силы МЧС. Система безопасности и грамотные действия вахтера не допустили распространения огня и появления жертв. Пожар был обнаружен системой автоматической пожарной сигнализации. Вахтер общежития действовал согласно инструкциям. По сигналу сообщила в службу спасения и пошла проверять комнаты. В результате ее обхода она увидела задымление в комнате, открыла дверь и спасла оттуда двух детей 2012 и 2013 года рождения. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Берегите тех, кто вам дорог. Увидимся ровно через неделю на телеканале Беларусь 2. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин